На этом видеоуроке мы посмотрим, каким образом вносить текст на сайт с админки. После того, как вы прошли регистрацию, а регистрация будет подтверждаться администратором сайта, у вас появится свой ник, вы входите на сайт, ну, допустим, давайте я сейчас покажу. Вы входите на сайт со своим ником, заполняете его. И идете в админку. Попадаете вот на такую страницу, и здесь надо будет произвести запись. Тут мы добавляем новую запись, вот через эту строку записи добавить новую, и жмем. Открывается следующее окно, надо заметить, что тут есть название будущего нашего поста. И в этом окне мы будем размещать содержание текста. Предположим, мы просто копируем какой-то текст, который мы вошли в интернете, выделяем текст полностью, левой кнопкой мыши протаскиваем до конца, и копируем этот текст. Идем сюда, телосообщение, и вставляем. Ctrl-V. Заголовок текста вырезаем. В данном случае можно будет через правую кнопку мыши вырезать. И вставляем заголовок. Далее подтягиваем текст на освободившееся место. Но тут получается, что шрифты, они уподобляются тому, что было в заглавии поста, поэтому мы должны его приравнять к остальным. Если мы посмотрим, если так мы выделим, то увидим, что этот текст соответствует вот этим параметрам. В данном случае абзацу. Вот мы видим. И семейство шрифтов есть определенное. Если мы нажимаем сюда, то появляется заголовок 1, а нам надо это перевести в абзац. Выделяем абзац полностью. И идем в раздел от строку абзаца. Вот у нас теперь здесь все нормально. Далее мы опять можем подтянуть. Ну, дилейтом, как обычно работаете в текстовых редакторах. Заглавие абзаца можно выделить жирным шрифтом. Вот таким образом. Выделяем жирным шрифтом. Если есть необходимость выделять, допустим, подзаглавие какие-то, можно будет их как-то отметить курсивом. Работа с текстом аналогично обычным текстовым программам. Ну, вот мы таким образом сделали кое-какие стилевые обозначения для текста. Теперь надо будет выровнять текст по ширине. Здесь есть четыре варианта, но рекомендую всегда выравнивать текст по ширине. Нажимаем Ctrl-A. Выделяется весь текст и нажимаем вот на эту кнопку по ширине. Для тех, кто постоянно работает с текстами, я думаю, тут ничего сложного нет. Далее, что нужно будет сделать? В правой части от длинки есть рубрики. Надо обязательно этот текст поставить в какую-нибудь рубрику. Допустим, мы отнесем этот текст к истории рода. Далее, надо будет обязательно задать изображение для этого поста. Для того, чтобы это сделать, надо будет пойти, открыть в другом окне страничку. И в разделе «Медиафайлы» нужно будет добавить новую. Жмем на эту кнопку, открывается такое окно. И здесь мы выбираем уже из компьютера приготовленное изображение. В данном случае я выбираю вот это. И загружаем его сюда, в библиотеку «Медиафайла». Вот эта картинка. Изображение желательно загружать по ширине не более чем 700 пикселов. Максимум 1000. Если мы сейчас посмотрим на редакцию, на изображение, то у нас получается, что изображение у нас идет по ширине 878 пикселов. Вот размера. После загрузки это изображение, вот оно. Здесь можно будет задать заголовок. А изображение само обязательно именуйте латинскими буквами. Обязательно это нужно. Иначе, если будете называть кириллицей, то в адресе в URL картинки оно будет некорректно потом отражаться. В случаях, когда вы захотите его вынести на сайт, не всегда корректно отражается кириллица. Поэтому нужно задавать латиницей. А уже сам заголовок можно назвать и написать кириллицей. Можно будет продублировать. Тут смысл следующий. Атрибут ALT. Это означает, что вот по этому названию эту картинку могут найти, скажем, в системе Яндекса через картинки. Если кто-то забьет силу Казановка, он может наткнуться на этот сайт. И поэтому вот эту строку обязательно нужно задавать. Это для поисковой системы. Дальше тут жмете на кнопочку. И вот если вы перезагрузите в панель управления, то у нас эта картинка должна высвечиваться. Дальше возвращаетесь в свой пост. И теперь уже в части изображения записи справа снизу задаете изображение поста. Когда вы открываете, нажимаете на эту строку, то появляется вот такое окно. Но может оказаться так, что этого изображения не оказаться вот в этом окне. тогда надо будет перезагрузить и обновить эту страницу. еще раз задаем изображение. И вот у нас оно тут появляется. Отмечаем левой кнопкой мыши это изображение. И жмем справа снизу задать изображение. Вот оно у нас тут появилось. Итак, мы отметили рубрику История рода. Мы задали изображение. И теперь осталось опубликовать наш пост. После публикации можно просмотреть через эту кнопку Просмотреть изменения. Открывается новое окно. И вот этот пост уже выглядит таким образом. Если мы сейчас нажмем на рубрику Истории рода. Здесь мы видим заданное наше изображение. И наш текст. Вот таким образом осуществляется запись на данный сайт. Я тут еще упустил один очень важный момент. Дело в том, что надо поставить обязательно ссылку на тот ресурс, откуда взяли этот материал. В браузерной строке копируем полностью ссылку именно на данный сайт. На данную статью, точнее говоря. Правой кнопкой мыши копируем. Или Ctrl-C. Затем идем опять в раздел записи. И я обычно делаю это сверху. Прописываем слово Источник. Выделяем. И тут в панели управления есть две скрепочки. Нажимаем на одну из них. Ctrl-K. Вставить. Изменить ссылку. И сюда мы вставляем ту ссылку, которую мы скопировали в браузерной строке. Ctrl-V. Жмем применить. Далее. Посетитель обязательно захочет посмотреть, откуда взят этот материал. И нам надо будет указать в шестеренке в новом окне выделить вот эту строку. И жмем на обновить. Если посетитель придет и нажмет на окно при источнике, то он не уйдет из сайта. А тот второй, откуда мы брали этот текст, он откроется в новом окне. Вот таким образом, чтобы человек не уходил с нашего сайта, оставался, но другой сайт должен открыться в другом окне. На этом я заканчиваю этот видео. До следующего видео. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите в комментариях либо в Ютубе, либо на этом сайте. С вами был Сидей Том. Сидей Том.